Даже опытные железнодорожники с расстояния 50 метров не могли отличить атомный поезд от обычного. Выдавало его увеличенное количество осей и дополнительные пружины для компенсации высокой нагрузки. Состав из 17 вагонов тянули три тепловоза. В семи вагонах размещался личный состав, в одном – топливо. Еще девять вагонов, замаскированных под рефрижераторы, скрывали в себе три пусковые установки. Таким образом, на одну ракету приходилось три вагона. В одном размещалась сама установка, а два соседних были нужны для распределения нагрузки тяжелого оружия. Локомотивы также были обычными лишь с виду. Они имели систему дозаправки на ходу от прицепленной сзади цистерны, автоматический запуск дизеля, бронированную кабину, спецсвязь и защиту от химического оружия. Во всех официальных документах атомные поезда назывались специальными поездами связи, а расчеты ходили в форме связистов и не имели права покидать состав во время боевого дежурства. Опытная эксплуатация поезда началась в 1983 году. А первый запуск ракеты без атомного заряда был осуществлен в 1985 году.